Девушки отдыхают Девушки отдыхают При статических нагрузках Мы говорим, что Очень много вариантов Создание вот этой вот задачи Что я тут нарисовал Ну, допустим, колонна небольшой Лесоты, это не колонна Это такая бетонная чушка И вот мы положили Железобетонную чушку Ну, и на 11 этажа она говорит Стальную балку, не важно сейчас Важно, как мы ее положили Вы ее закрепили Она имеет возможность Там в овальных отверстиях Болтом движение какое-то Микросовершать или не имеет Или она абсолютно неподвижная С точки зрения нерастяжимости Балки на этих опорах Может быть обеспечена Или там может быть микродвижение Тогда силы трения То есть уже масса вопросов По простейшей вот такой схеме И вас так по-школярски Мы учили так, да? Что давайте выберем расчетную схему Видит такую вот Почему-то одна Шаммирная неподвижная А другая подвижная Это же разные картинки Может быть там не так все На ту Ну вот перед вами Совсем не такой пример Это ригель, рамы многоэтажные С жесткими узлами Все, что там происходит Мы не видим Мы знаем, что есть такие серии Где там норматура пропускается Насквой столом Криты опираются на пол Криты на прямую Критные сечения Разные тоже решения Видишь, вот Постая палочка уже требует Точного договоренности Потом что-то принять Почему так? А может быть Людин Какой-то Скажем Вот такими Может воспринимать Магнит Но Движется Как бы Ползунет Массово Произобретали Такие вот конструкции Но Не важно, что тут Важно, что вы Приняли решение Представьте Многоэтажный Или сложный Какой-нибудь Вантовый мост И я подчеркиваю Что Эта проблема У нас Проскакивает Мимо Считается, что Вот Студенты Все знают Что так надо Присывать Шарнирную Крису Расчетную Расчетную Схему Это Принижение Этой Проблемы Феодосик МБУ Профессор Узенькая книжечка Маленькая Десять Бесед Там Про Супромат Что-то Такое Он Говорит Что Три этапа Есть У каждого Исследователя Когда он Решает Задачу Три этапа Первый этап Составление Расчетной Схемы Ну Я в динамике Можно называть Это динамическую Модель Все Внимание Вот От основания Почему Такая Другая Второе Уже Там Какое-то Решение Нужен Гайл Метод Силь Все Что Вы хотите Свой Другий Метод Это Чебуха Пол Процента Разницы Или Двадцать Процентов А В первой Так и вы Три раза Жили Настолько Важна И Третье Опять Переход От этих Результатов Реальность Реальная Конструкция Переход От расчетной Симы Реальная Конструкция То есть Видите И там И там Вот этот Вопрос Во-вторых Дальний Восток Стеценко Я знаю Ну И он Десертации Защищал Алексей Алексеевич Алексеевич Александрович Он Дает Два Ну Во Владивостоке Там По Ике Владивосток Значит Он Дает Два Курсовая Работа Курсовая Работа Курсовая Видите Фотографии Объекта Там Чертежи Объекта Вот вам Дать рабочие Чертежи Скажем Вот этого Железобетонного Старного Паркаса А ну-ка Сделайте Расчетную Схему То есть Студента Обращают Его полосальное Внимание На важность Вот этого Момента У нас Это Вы знаете Сами Нет Поэтому У вас Растерянность Как только Вы приезжаетесь На объекте Реальном Посчитать Сам Знаешь Ты учился Вот Как 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 Узел Где там Есть Движение Где там Разные Материалы Сталкиваются То есть Это все Проблема Которую Я На этом Перехожу В динамической Модели Вот Динамическая Модель Модель Видимо Как Так Два Основных Термина Все Они На самом Дель Континуальные То есть Распределённые Вот Для этой Балки Чертёжки Динамические Динамические Ничуть не Отличается От Термина Черной Схема Но Имеется Виде Что Здесь Уже Идет Погодная Масса Она Не Только Как Нагрузка Там Подлав Цвет Восемь Свет Белённая А Здесь Масса В динамике В системе Силы Помните Что Это Красные Речи Или Там Жёсткость Там Длинная Жёсткость Может быть Продольную Деформативность Сооружения Надо учесть И если У вас Длинные Мосты Там Могут Возникнуть Продольные Колебания Которые Не забываем А Надо Сказать Почему Не хотим Учитывать Почему Читают Прямо Ку И Я так Говорю В таком Порядке Для Рамы Потому Что Ломается Чаще всего Большую Долю Напряжения Дает Изгибающий Могут А На Банковом Мосту Были Такие Случаи Что Вот Здесь Ломалось Напряжение На Дегале Во Первых У вас Есть Какие-то Сжатые Нижние Волокна Во-вторых Эта Ванна Не просто Так Дает Вертикальную Составляющую Она Дарит Этой Которике И лома Добавляет Продольные Силы Если О них Забыть Они Тут Встретятся В этом Месте И Будет Колоссальное Увеличение Продольных Сил На Каждый Ванна И Продольные Силы Силы Вот Суммарные Нормальные Напряжения На Компетон Волокне А Где-то Там Если Это Донкостенная Стальная Конструкция Представьте Это Главная Балка 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 Стан Без Двух Главных Балок И Какой Мог И Вот Мы Сюда Подали Ровную Продольные Силы Силы Триста Триста Тонна Силы Легко Таким Возникнуть Будет Колоссальное Напряжение Раз Будет Потеря Устойчивость Стенки Два Будет Все Режесткость Начинает Возникать Необходим То Есть Это Потому Что Обращательная Схема Должна Как Можно Ближе Соответствовать Реальному Аде Ну Я не думаю Что Что Виталий Евгеньевич И Денис Сергеевич И Анна Как Анна Давыдовна Этуар Этуар Маховок Я же Так Анчим Из Что Они Дотянут До того Времени Когда Студентам Строителям Будут Давать Так Как Во Владивостоке Уже Нет 30 Назад Давали Анализ Расчетным Схема Не Спешить Вот эти Десять Методов Изучать Если Ты Сто Раз Ошибаешься На этом Этар Или Полтора Раза Ошибаешься То Вот Этого Должны Не поверить Что Вот Эта Наука Нас У нас Не учат Курс Аварий Кто-то Разбирает Аварии Возуто Это Так Виноват Кто-то Он Больше Такого Такого Делать Не Будет А Всем Студентам Это Не Надо Рассказывать Всем Инженерам Срочно Не Надо Их Собирать Всех Инженеров Которые Связаны С Таким Явлением Или Могут Через Пять Лет Столкнуться Затем Надо Это Было Важнейший Курс Аварий Ну Ладно Должно Быть Позитивное Такое У нас Настроение Мы Остановились На том Что Кроме Контитуальной Модели Лет Дискредит Мы Я Очень Люблю Потому Зачем Нам Бешеная Точность А Я Говорю Так Значит Во-первых С точки Зрения Дискредит Будет Что-то Меняться Ну Допустим Жесткость Балки Может Меняться Вот Как В тех Мостах Она Переменная Транспорт На Текипаже Тоже В середине Помните Еще Есть До сих Пор Такие Вагончики Есть Со Шпренглем Поддерживает Крептовую Балку Вагон Или Боковую Здесь Я говорю Ну Что Может Чертеж Самого Сооружения И Я Как бы Его Расчетную Схему Еще Не Составляю От Объекта Перехожу Как бы К модели Дискретизируя Дискретизируя Вот Так Вот Носкость Больше Здесь Где-то В середине Да Естественно У нас Во всех Учебниках По металлоконструкциям Есть Стык Скажем Листор Косой Поясной Стыковой С накладкой Вот Переменная Высота Если На языке Пропутает Конструкция И смысл Сделать Переменной По длине В железобетоне Там даже Есть И пюры Материалы Вокруг Несущая Способность Как бы Там Стержень Тянули Тянули И бросили Внешне Одинаковые Сечения Но армирование Может быть Разное Поэтому Вот такие Ступеньки Как бы Дискретные Уже Влезают В конструкцию Железобетона При внешнем Одинаковом Фотографии Дальше Массы Это По Изгибной Жестности Деньги Деньги Разные Ступеньчатые Еще Какие Массы Как хочу Так и ворочу Могу Сюда Массу Добавить Сосредоточить Могу Еще Сюда Куда В зависимости От Расположения Порудования Собственных Весов Как И расположены Эти массы Соответствуют Конструкции Со всем Заполнением Со всей Временной Нагрузкой Полезкой Все что есть В своей жизни Значит Можно Делать Разные Изгибные Жесткости Можно делать Разные Массы И тогда Проверка Такая Что Суммарная Масса Вот Этой Штуки Должна Соответствовать Значит Как Это Сумма Всех Масс Должна Быть Примерно Одинаковой В этих Двух Моделей Вот Примерно Примерно Уже Тоже Вопрос Входит В расчетную Схему И Динамическую Модель Значит Вот Третье Основные Понятия Ну и Теперь Наконец Число Степеней Свободы Но Добавьте Там Слово Динамическое Потому Что Мы с вами Когда Воспоминаниями Занимаемся Мы Словили О Статических Дублевых Там Было Да Уже Какое Перегрузка Ощущает Это Слово Три Значения Да Момент Сопротивления Абсортаменте Раз Число Степеней Свободы В статике Вы считали 3D Минус 2 Ш Минус С Абсортамент 2 И Сейчас Мы Говорим О Единении Я Думаю Буду Число Степеней Свободы Буду Иногда Ленд Писать Нехорошо Потому Ленд Может И Другое Это Количество Независимых Деаметрических Параметров Сооружения Я Запитая Определяющих Положение Всех Масс Сооружения В любой Момент Времени Точек Записали Ну Теперь Вы Рассказывайте Сколько Надо было Сверсти Независимых 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 Координат Геометрических Чтобы По точке Я все Знал Точка Муха Муха Она такая Болезь какая-то Она уже летать Не может Полцать По плоскости И вот Сколько Мне надо Знать Координат Чтобы Все Знать Мы ее Движим В любой Момент Времени Так Хватит Муха Иначе Я так Более живо Всегда говорю Сколько Надо поставить Датчиков В какие Например Направления Чтобы Все Знать Какое Движение Муха У нас В кармане Будем знать Что Куда Она делась Куда Она побежала А на плоскости Смогли Как дела Она быстро И полетела В пространстве Сколько Надо знать В пространстве Да Не на плоскости А я спевал На плоскости Движение Вы по контексту Правее Не поняли В пространстве Она улетела С доски Значит Надо ее догонять Искать Движение Датчик Третью Цеплять Японцы Уже Запросто Такой Эксперимент Могу Сделать На каждую Лапку Мухи Повесить По Третью Лапка Это Инерционная Система Если Так Микроскоп Нашего Реектора Смотреть У нее Там Бешеный Микроскоп Электронный Металлигиня Третью А вот Твердое Твердое Муха Она не очень Твердая Предложено Черепаха С той же Опер Или Черепах Нехорошо Пространство Аист Твердое У нас Слишком Многие Стихные Эли Мага Значит Многие Я говорю Что Трактор Стоит На плоскости Трак Мель Масса Мель Момент Инерции Массы Относительно Разных Своих Негральных Насит Сколько Надо На плоскости Датчиков Какие Датчиков Чтобы все Знаете Три Три Линейные Раз Раз Два И вот Третья Такая Нам не подходит Линейная Информация Будет Движение Центра Масс На плоскость Вообще Не надо В том управлении Нет Поворот Поэтому Поворот Ум Поворот Вот Фи Там Игорь Там Один Игорь Два Пространство Что Нам надо Движение Еще Все Шесть Точка Точка Как и раньше Точки Имеет Три Направления И надо Еще Чтобы не Вращалась В момент Инерции Всех Вокруг Трех Осей Надо Знать Масса Одна Твердое Тело А вот В момент Инерции Три Штуки Уравнение Появится Тоже Динамические Которые Определят Все Шесть Неизвестных Ну Раз Вы Такие Мастера Пошли В строительные Конструкции Сколько Степеней Свободы Такой Задачи Поэтому Идет Целая Таблица Таблица Свойства Оговариваем Какие условия Должны быть Вот Здесь Будет Схема Вот Эта У меня Схема Она Продолжена Так Но Я Еще Ничего О ней Не знаю Что Какая Что Там Происходит Какая Масса Большая Или Маленькая Поэтому Масса Массы Могут Быть Точечные Не надо Давать Это Деление Я не знаю Что У которых Пренебрежимо Мало Момент Инерции Массы Вокруг Плавных Дней Инерциальных Своей Осип И Не Точечные Ну Как Грубые Обжарбовные Но Мы Договорились Что Вот Это Трактор Или Плентозер Стоит Конечно У него Надо Учитывать Все Моменты Инерции Вокруг Трех Осей И Задач Пространства Дальше Система Плоское И Пространство Как Мы Начали Это Тоже Надо Плоское И Пространство Стершни Или Там Пластины Какие Элементы Пока Стершни Витру И Стершни Они Могут Быть Сжимаем Или Не Сжимаем Когда Вам Читают Лекции На Первых Шурсах Сабрамат Там Обычные Допущения Будем Считать Что Стершни Несжимаем Для Задач Изгиба И Тогда Значит Это Забывается Для Реакции Задач Надо Все Оговариваться Не Спешить Быть Очень Осторожен Значит Ну Пока Хватит Еще Что Хочется Добавить И Здесь Ответ Число Собедим Динамическое Динамическое Я тут уже Пишу Схема Наталья И Ответ Какой Ответ Если Вот Теперь Начинается И Ну Самое Простое Выбирай Точечные Массы Система Плоская На Виски Стар Стар Стер Какие Хотите Какие Проще Нежимаемые Проще И Тогда Ответ Смотрим На эту Схему Значит Координаты Количество Независимых Координат Куда Это Одна Масса Может Деться Остальная Невесомая Я тут Принял Что Договоренность Вот Эта Невесомая Дискретные Модели Мы рассматриваем И Вот Эта Масса Одна Есть Но Она Точечная Написано Точечная И На плоскости Доски И Нежимаем Куда Она Деться Может Куда Деться Нужно Датчик Ставить Или Вообще Не Может Колебаться Вертикально Тут Только Есть Возможность Двигаться Более Вертикально В Таких Условиях Появляются Координаты Обобщенные И Лег Один Эта Масса Может Двигаться Более Так Такие Условия Сколько Степеней Сного Буду Сколько Сколько Надо Независим Координат Для Получения Информации В любой Момент Примет Чтобы Она Не скакала Мы за ней Следим Датчик Все Нам Покажет Как Видеозапись Идет Так Мы Кстати В испытаниях Иногда Идем Видеозапись Следит За Точкой За Любым Ее Движением Вот Вторая Схема Что Точечную Оставим Систему Плоскую Оставим Дадим Сжимаемость Вместо Не сжимаем Сколько Степеней Сколько Две Добавилось По горизонтали На плоскости Да Если Я Кстати Тут Писать Не буду Но Если Здесь Лед Под этой Массой На льду Могут Быть Колебан Третья Схема Потом Значит Две Правильная Две Теперь Третья Схема Я Подставил Совсем Другой Черт Это Балочка Балочка И Здесь Вот Надо Рисовать Там Какой-то Можно Так Добавить Свет Кстати Система Стала Статист Стала Стала Третья Задача Все Про нее Написано Ничего не написано Точечная Мозгер Покар И Что Нажимаем Здесь Система Есть Системь По горизонтали Эта система Может Совершать Продольные Мы называем Продольные Толебания И Это Теория Толебания Есть Теория Толебания В которой Масса Случаев Рассмотрена Не применительно Строительства К мостостроению А просто Вот С точки зрения Строительства Системы И Вот Какие-то Рассмотрения Там И Оставляем Вот Такой Вот И Грекодин И Одна Степень Залобода Ну И Так Далее Значит Раму Нарисуем Сейчас Ну Что Здесь Такое Сто Степеней Смога Статических Чему Равно Вспоминайте Первые Занятия Я Нагрузку Не говорю Сначала Кинематический Анализ Я Не говорю О Динамике И Татрицы Пока Не дают Человек Проверяю Вас На Выживаем Знания Кинематический Анализ Раму Три Стержня Сваренные В Один Диск Выплевая Раму 3D Минус Два Шар Нету Второго Диска Чтобы Соединиться С И Шарной Нол И Аккордных Связей Три Ответ Ноль По примеру Моблюд Следоват Система Статически Определима И может быть Геологически Неизменяема Как доказать Три признака Никакой теории Формул Нет уже Первый Второй Третий Какой Третий Сразу Один Диск Диск Земли Предкреплен Время Непараллельно И не пересекает Сторон Дрочек Сияния Размущен Ну ладно Параган Архива Непараган 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 Сколько степеней Свободы Одна Марс Существует Вы должны Сказать Ну и что Еще Личнее Что я Сказал Точечная Клоская И Ну Несжимальная Крещина Сколько степеней Свободы Поделайте Во все стороны Поделайте Указание Таблицы Несжимаемое Тут я напишу 4А Это все Остается Тяжемое После звонка Вызывали Случайно Кнов Вызывали Кого-нибудь Который Мне ответит По четвертой 4А Задачи При разных Условиях Что там Со степенями Сколки